Здравствуйте, дорогие телезрители! Вы смотрите программу День веков хронограф. 5 апреля 1614 года в Англии начинает заседать так называемый Тухлый парламент. Вероятно, для получения подобного прозвища надо было дать веский повод. Но если серьезно, то так его называли из-за того, что прозаседав долгий срок, его депутаты так и не приняли ни одного действующего закона. В отличие от английского парламента, русский земский собор годом раньше успешно завершил свою работу. 5 апреля 1613 года он выбрал на царствование боярина Михаила Романова и создал таким образом новую царскую династию. А 5 апреля 1797 года русский царь из этой династии Павел I запретил помещикам принуждать своих крепостных крестьян к работе по воскресеньям. При его сыне Александре I 5 апреля 1812 года в разгар Отечественной войны Россия и Швеция заключили договор о совместных действиях против Франции. Кстати, во Франции в те годы, как ни странно, именно 5 апреля постоянно происходили яркие исторические события. Так в 1793 году французский революционный генерал Шарль Франсуа де Мурье в марте разбитый австрийцами при Нервендене 5 апреля переметнулся на их сторону. И в этот же день Жан-Пульмарат, один из вождей якобинцев, избран президентом якобинского клуба. Впрочем, жить лично ему оставалось всего несколько месяцев. А его соратникам якобинцам Жоржа Д'Антона, Камиле де Муллена и ряд других казнили ровно через год. 5 апреля 1794 года. А уже в следующем, в 1795 году, после ряда побед французской армии, 5 апреля в Базеле Франция и Пруссия подписали мирный договор. Ну и наконец, 5 апреля 1804 года, при невыясненных обстоятельствах в поисковой тюрьме был убит французский генерал Шарль Пишегрю, лидер заговора против Наполеона. Наполеоновские войны, в ходе которых была сильно затронута Испания, вызвали распад Испанской колониальной империи и борьбу за свободу в ее колониях в Латинской Америке. Так, 5 апреля 1819 года в битве у Рио-Майпа чилийцы разбили испанцев, отстояв свою независимость. Однако, если следствие наполеоновских войн для жителей Южной Америки стало завоеванием свободы, то в Азии продолжался захват колоний Англии, которая в XIX веке после разгрома Наполеона вырвалась на первое место на мировой политической арене. Также, 5 апреля 1843 года английская королева Виктория объявляет китайский город Гонконг и владением Британии. Уже в наши дни эта колония дольше всех из крупных владений Британской империи удерживалась Англией под своей властью. И только в 1997 году шестимиллионный город Порт был передан Китаю. Впрочем, в конце XIX века у Англии, да и у России на Дальнем Востоке появился новый сильный соперник – Япония. 5 апреля 1918 года японцы, воспользовавшись разгорающейся гражданской войной в России, высадились во Владивостоке, поддержав белогвардейцев. Но эта поддержка не спасла последних. И в 1921 году в Константинополе барону Врангелю, командующему последней группой белой армии, пришлось формировать русский совет, объявивший себя правительством России в изгнании. Так как на территории России места для благогвардейцев уже практически не осталось. Вы смотрите программу «День веков хронограф». Сегодня 5 апреля. И наш дальнейший рассказ о событиях в истории, произошедших в мире политики в этот день. И именно 5 апреля 1937 года Ежов Николай Иванович был назначен главой НКВД СССР. Действительно, при Наркоме Ежове было осуждено и приговорено к разным срокам заключения более 3 миллионов человек. Да, один из самых последовательных сторонников репрессий был Лазарь Моисеевич Каганович, избранный первым секретарем Центрального комитета Коммунистической партии Украины. Тоже 5 апреля, только 1925 года. Впрочем, это еще и день, с которого в 1943 году в составе Красной Армии начала действовать французская эскадрилья «Нормандия», позже развернутая в авиапорк. Это часть французской организации «Де Голе», сражающаяся Францией. Она действовала на Советско-германском фронте в 1943-45 годах. Летчики полка уничтожили около 280 и повредили 80 немецких самолетов. В ноябре 1944 года за отличия в боях по освобождению Литвы и при форсировании реки Неман к полку присвоено почетное наименование «Неманский». Чаще в литературе о войне он называется «Нормандия-Неман». Сегодня 5 апреля. Вы смотрите программу «День веков хронограф». А теперь о событиях, произошедших в мире науки в этот день, в разные времена и эпохи. 5 апреля 1624 года родился Винченцо Вивиани. Итальянский математик, физик, ученик знаменитого Галилео Галилея. Итальянский математик, продолжатель его дела. Но ведь в этот же день, еще в 1568 году, родился и будущий римский папа Урбан VIII, поэт, покровитель искусства. Ведь это тот самый римский папа, при котором состоялся церковный суд над Галилеем за его утверждение, что Земля вращается вокруг Солнца? Так тот самый. Был же поднят вопрос о несовместимости теории Галилео-Галилею со Священным Писанием. А на первом процессе обстоятельства благоприятствовали Галилею. Незадолго до его приезда в Рим появилось сочинение одного священника, в котором высказывалось мысль, что учение Коперника не противоречит религии. Рекомендательные письма герцога Тосканского убедили инквизицию, что обвинения Галилея в ересе безосновательны. Галилею, однако, предстояло решить самую трудную задачу – легализовать свои научные взгляды. И он начал действовать. По воспоминаниям современников, Галилея обладал блестящим даром популяризатора и полемиста. И его многочисленные выступления имели несомненный успех. Но он переоценил свои силы. В марте 1616 года конгрегация иезуитов выпустила декрет, в котором объявила учение Коперника еретическим, а его книги – запрещенными. Имя Галилея в декрете не было названо, но частным образом ему было приказано принести покаяние церкви и отказаться от своих взглядов. Галилей формально подчинился приказу и вынужденно изменил тактику. В течение многих лет он не выступал с открытой пропагандой учения Коперника о том, что Земля прощается вокруг Солнца. Но на этом он не отступил. В 1630 году Галилей едет в Рим с готовой рукописью диалога о двух системах мира – Птоломеевой и Коперниковой, где в форме разговора трех собеседников дано представление о двух главных системах мира – Птоломея и Коперника. Книга вышла в августе 1632-го во Флоренции. Выход книги, весть о которой быстро облетела Европу, вызвал незамедлительную реакцию инквизиции. Галилею предписано было явиться в Рим. Несмотря на преклонный возраст и болезнь, его просьба об отсрочке остается без внимания. В феврале 1633 года Галилея на носилках доставляют в Рим. Попытки Галилея оправдаться, что диалоги всего лишь дискуссии, на этот раз безуспешны. Галилею привозят в Доминиканский монастырь, святой Минервы, заставляют подписать отречение и на коленях принести публичное покаяние. После процесса Галилей объявлен узником святой инквизиции. И местом его жительства определен сначала Герцогский дворец в Риме, а затем вилла Арчетри под Флоренцией, где Галилей и умер в январе 1642 года. Спустя несколько десятилетий излагаемая им гелиоцентрическая система мира стала общепринятой. А открытые Галилеем четыре крупнейших спутника Юпитера, каждый из которых больше нашей Луны, в астрономии так и до сих пор называются галилеевскими. Имя Галилея будет жить в веках, а имя его гонителя, папы Урбана VIII, вспоминается подонками с трудом. Да и то только в связи с именем гениального учёта. Редактор субтитров А.Семкин